Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзорно Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влогах канала Семья Колесниковых. Я благодарна всем, кто ставит лайки, пишет комментарии и подписывается на мой канал. И на мой YouTube канал, и на мой Telegram канал. Ссылочка в описании. Мы переходим к Колесниковым. Вы знаете, у Колесниковых по большому счету как-то обсуждать-то нечего. Потому как у них все очень скотченько, тухленько и как-то непонятненько. Но, тем не менее, есть такое интересное у них в этот раз, что просто я не знала, как на это реагировать. Но обо всем по порядку. Дарина собирается по теплу гулять во двор, и она, естественно, должна одеться для этих целей. Вот она одевает свой комбинезон. Комбинезон уже на нее маловат. И он, вы знаете, не в том дело, что маловатый она его надевает. Нет, это еще можно выдержать. Как-то вот по двору она будет гулять. Не страшно. Но страшно то, что этот комбинезон грязный. И Света это видит, и Света это знает. Я скажу больше, Света об этом же и говорит. Говорит, вот, мол, грязный комбинезон. А ты его, мол, одеваешь. Это еще с прошлого раза он у тебя грязный. Когда ты ходила по сараям. Когда папа пилил дрова. Точнее, колол дрова. И так далее. По двору ходила. И вот запачкалась. Запачкалась. То есть Света знает, а даже не думает о том, что хотя бы стирку закинуть в комбинезон тогда. И выстирать, в конце концов, он высохнет очень быстро. Но нет. Почему-то Света не считает нужным выстирать этот комбинезон. Очень странно. И вот в этом грязном комбинезоне Дарина идет на улицу. И возит лопатой по снегу. И она этот снег собирает прямо у мусорных баков. Прям весь снег, который вот она собирает, она прямо туда вот отмулирует к мусорным бакам. Света ей раз сказала, два сказала, не надо. Потому что когда надо будут эти мусорные баки возить или выставлять туда вот на улицу, чтобы их забрали. То это будет крайне неудобно сделать. Но когда кого... Дарина слушает. Никогда она никого не слушает. Дарина слушает только Лёшу. Ну, Лёши в этот раз не было. Была только Света. Ну, а Свету Дарина ни во что не ставит. Как, в принципе, и любого другого члена семьи. Я не знаю, что будет дальше в школе у Дарины. Как у неё отношения служатся с её одноклассниками, с учителями. Кого она там будет слушать, не слушать. Я просто не представляю. И что-то мне кажется, что если Дарина дальше будет так вот проявлять свой характер, то у неё, да, будут проблемы в школе. Будут серьёзные проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками. Ну, опять же, это, возможно, мои предположения, возможно, они не особо верны. Но что-то мне подсказывает, что всё-таки я права. Максим в сарае колет дрова. Ну, в принципе, там всё без изменений. Максим истопник. Максим отвечает в большей степени за то, чтобы дом был отоплен. В общем, короче говоря, да. У каждого ребёнка есть свои обязанности. И несмотря на то, что все вышли во двор с тем, чтобы, как вырезала Света, дом отапливать дровами, этим занимается в основной своей массе только Максим. Настя ходит по двору, туда-обратно. На ней какие-то очень короткие брюки. Ну, не знаю, такие вот утеплённые, как на ватине, что ли. И они действительно короткие. Если в это я говорю, подтяни брюки. Ну, вроде как Настя подтянула эти брюки, но они всё равно короткие. Там что подтягивает, что нет. Ну, неужели нет брюк по размеру? Я понимаю, что, конечно, всё дело во дворе, и никуда Настя, даст Бог, не выйдет за калитку. Но, тем не менее, хотелось бы, да, чтобы и во дворе вид был хороший, у девочки подростка. Это я передаст самой какую-то уверенно в себе, самооценка поднимется. Ну, согласитесь. Ну, а так что? В принципе, вот так вот колесниковы слонялись целый день по двору. Не знали, куда себя приткнуть. На следующий день уже Света решила приготовить еду какую-нибудь и говорит, будем готовить венегрет. И вот она режет овощи на венегрет. Рядом с ней сидит Анжелика с распущенными волосами. Волосы даже не собраны в мост. Могу себе представить, сколько волос будет в том, что готовит Анжелика. Анжелика ни много ни мало замахнулась на салат из свеклы с майонезом и с чесноком. Ну, не знаю, не знаю. Я не знаю, как можно вообще сидеть за столом и не собрать волосы. Все детки за столом собрались. И Света говорит, вот сейчас будем кушать. Как раз она вы нарезала этот самый венегрет. И вы знаете, я так посмотрела, венегрета не так много. Я не знаю, кого Света собирается накормить таким количеством венегрета. Неужели только себя, любимую Илюшу? Не знаю. А дальше Настя, вечная заложка этого дома, разбирает вещи. Вещи по каким-то мискам разложены. Миски на полу, на втором этаже. Прямо на том месте, где в прошлый раз Виталина, по-моему, вещи разбрасывала. Уже чистые вещи из машинки стиральной. Она их просто бросала на пол. Нет, не Виталина, Дарина. Дарина вот так вот вещи разбрасывала. Говорю, это Виталина кучка. Так вот формировала кучку вещей. Это Никитти. Это Максиму. Это еще кому-нибудь. В общем, короче говоря, извозила все вещи по полу. Сейчас вот Настя делает практически то же самое. Но только мне показалось, что Настя... Вначале показалось, что Настя вещи грязные. Как-то сортирует по цветам. Ну, потому как у нее сначала белое вроде как было отдельно. Потом она из корзины белое вышвырнула на пол. Ой, думаю, что же это такое будет. Потом какие-то другие она вещи взяла. Тоже как-то стала это все дело сортировать туда-сюда. В общем, как-то перекладывала. А потом в итоге оказалось, что все-таки это чистые вещи уже были. Да. То есть это, я так думаю, у Колесникова принято чистые вещи. Вот так вот повозить ими по полу, а потом на себя надеть. Очень странно как-то. Ну, или думают, когда они разгладят все, вся грязь как-то вот само удалится. Не знаю. Это раз. Во-вторых, как часто они гладят вещи, тоже большой-большой вопрос. Ну, Света, да, пару раз она показывала, как она гладит вещи. Но сейчас у них там зеркало разбилось в той комнате, где Света гладила вещи. Да не само разбилось, Анжелика помогла, гладила, да. И теперь я вот прям и не знаю, будут ли Колесникова гладить вещи. Не будут. Не знаю, не знаю. Кстати говоря о вещах. Вот вы знаете, в тот раз, когда Настя была на улице, вот в этих самых своих коротких таких вот штанах от комбинезона, на ней не было видно юбки, да. А то Света говорила, мы всегда так ходим, и не надо нам говорить, что это неправильно. Нет, Настя была без юбки. А что случилось? Колесниковы перестали быть такими христианами-христианами, да. Видимо, что-то происходит с ними зимой. Видимо, все-таки в зависимости от времени года. И их вера все-таки зависит от их формы одежды, да. Ну, видимо, так. Так Леша нам пытался сказать и сказал. И бедные эти девочки надевали эти юбки поверх штанов в любое время суток. Это кошмар, конечно, был, да. Ну, а еще хотелось бы добавить то, что Анжелика ездила в Весентуке, ходила на какие-то развлекательные мероприятия осенью, ходила куда-то летом, в конце лета, вот когда они были на школьном базаре, да, на школьном рынке. Купили они юбку Анжелике. В общем, и в пир, и в мир Анжелика ходит в этой самой юбке, которую ей купили, чтобы она ходила в ней в школу. Ну, опять же, я так, насколько поняла, только на 1 сентября это было куплено. Ну, а нет, Анжелика и даже Весентюкью умудрилась в этой юбке поехать. Как-то странно. Ну, неужели у них нет вещей? Василек им столько вещей присылал. Неужели все как-то вот... Ну, ноги переделываются всем вещам. Не знаю я. Почему как-то вот, ну, нет у детей в основной своей массе тех вещей, которые им присылает Василек. А потом они идут и покупают почти такие же вещи. И, возможно, если блузки трудно найти там будет, да, то юбочки, я думаю, можно было бы найти на сайте Василька. Но... Ну, что сказать? То, что меня поразило. Теперь к этому приходу. Оказывается, Никита, Виталина и Дарина едут на работу с Лешей. С какой радостью, из чего это вдруг нам так и не сказали? Что они там будут делать? Да, самый главный вопрос. Тоже нам не сказали. И что это за работа? Если это стройка, то крайне странно там видеть девочек, согласитесь. Особенно Дарину, совсем маленькую девочку. Ну, Никиту тоже, да и Виталину там странно видеть. Там всех детей странно видеть. Стройка – это небезопасное мероприятие. Ну, согласитесь, детям там делать нечего. Это просто опасно. Техника безопасности должна быть соблюдена на высшем уровне, когда даже один ребенок с тобой рядом. Вот тут он троих с собой берет. Это вообще, я не знаю, какая-то безответственность. Конечно, если речь идет о стройке. Ну, нам-то не сказали, куда он едет. Так что мы только предполагать можем. Ну, а так как мы видели, всегда, когда вот Леша говорил, я еду на работу, все было связано со стройкой, строительством и так далее, то сейчас нам остается предполагать только то, что действительно и сейчас тоже какие-то строительные работы. Ну, не знаю, как так можно. Посмотрим. Возможно, все-таки не строят. Возможно, что-то другое. Но опять же, трое детей, ты идешь работать и с собой берешь троих детей. Как-то странно это все. И почему Леша их с собой забирает, тоже мне не совсем понятно. С какой радости вдруг. Когда Света дома, Света могла бы посидеть с ними. Да, у детей сейчас, кстати говоря, каникулы. Ну, не знаю. Почему Леша не дает детям насладиться каникулами в полной мере? Не понимаю я. Ну, а Колесниковы решили, что Настя уже научилась варить гороховые супы. Да, теперь Настя профи в этом. И теперь Настя будет учиться готовить борщи варить. Ну, обалдеть, да? Подумала я. А чем будет Света заниматься в ней непонятно. Почему Анжелика это не делает, как старшая сестра? Ну, почему на Настю это все скинули? Сейчас еще пройдет года 2-3. И этим будет заниматься Виталина. Но ни в коем случае, когда Дарина дойдет до возраста Настей или Виталины, вот до нынешнего возраста, да? Никогда в жизни Дарина этим заниматься не будет, ровно как и Анжелика никогда. Анжелика максимум, что может сделать, вот такой вот салат приготовить, да? Ну, я думаю, все. А вот как насчет борща Анжелика? Очень интересно. Да, наверное, никак. Максимум, что может Анжелика приготовить, какой-нибудь салатик. Не более того, да. Света готовит овощные котлетки, но не совсем овощные. Там и мясо, и кабачок, в общем, что-то вроде такой вот смеси, да? Потом эти котлетки она еще и в духовку, так обжарит на сковороде, потом в духовку засунет, и что-то вроде получится более-менее. Говорит, надо еще постирать, потому как одеяло надо перестирать. Думаю, нормально так зимой, да, одеяло перестирывать собралась. Все лето чем она занималась? Спальный мешок, который они брали, когда ездили в Весентуки, сказала Света. Думаю, один спальный мешок на всех. Ну, вот это да. Интересно. Ну, и, в принципе, на этом их влог закончился. Вот таким получился у меня обзор влога в канала «Семья Колесниковых». Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.